Масковский Спартак Вот под эту легендарную мелодию Начинает играть в предсезонном турнире Copa del Sol Турнире, который себя уже очень серьезно зарекомендовал Он существует не первый год Разыгрывается с участием большого количества команд В этом году, в 2012 принимают участие 12 клубов из 7 стран В том числе две российские команды Анжи из Махачкалы еще выступает в этом турнире Но играет в другой группе Дело в том, что поскольку 12 команд, все они сыграть в один круг не могут И даже команды, разбитые пополам на группу по 6 человек Также не могут все друг с другом встретиться Регламент таков, что каждая из команд в своей группе проводит 3 встречи Не 5, а 3 И в зависимости от количества набранных очков Если занимает первое место в своей группе Встречается с победителем другой группы в финале Он намечен на 7 февраля Но сегодня первая встреча для Спартака и его соперника Это шведский Göteborg Команда, которая в 2011 году закончила чемпионат Швеции на 7 месте Готовятся к новому сезону В Швеции, в отличие от России, не перешли на систему осень-весна Там по-прежнему играют с весны по осень И чемпионат, один сезон, помещается в один календарный пункт Сезон, таким образом, для Göteborg стартует 1 апреля Перспектива еще очень далекая Спартаковцы должны быть во всеоружии гораздо раньше У них уже в начале марта возобновляется чемпионат России Напомню, встреча в 33-м туре ждет с Казанским Рубином Коллектив Валерия Карпина Ну и давайте познакомимся с составами играющих команд Это состав московского Спартака Итак, в воротах Андрей Дикань под 33-м номером он Полевые игроки Сергей Поршевлюк, номер 15-й Марк Сухий, 17-й 19-й Маркус Роху и Евгений Макеев, номер 34-й Это линия обороны В средней линии Ари, номер 9-й Рафаэл Кариока, 6-й Деми Дезиоп, 16-й Айден Макиди, 8-й И в нападении 22-й Артем Дзюба 11-й Веллетон Валерий Карпин, главный тренер спартаковцев В отличие от чемпионата России Здесь лимитные легионеры не действуют И Валерий Карпин получил возможность сразу семерых иностранцев Выставить на поле Эспен Бернстен Главный арбитр этого матча Сейчас бригада представляет Норвегию И вообще Копа Дель Соль Это турнир, который организован скандинавской компанией Участие в нем принимают преимущества клубы Севера Европы, ну и Востока Европы Но не только В этом году впервые в розыгрыше принимает участие китайская команда Далянь И надо вам сказать, что турнир уже стартовал Далянь В нашей же группе, группе А Который проводит свои матчи в Бенедорме Еще одна группа, еще шесть команд Играет в Ламанге Далянь уступил Русенбургу Со счетом 1-3 И В нашей же группе еще одна встреча Собственно говоря, с нее турнир стартовал Мельде Норвежский Мельде Так хорошо до сих пор, наверное, памятный болельщик московского ЦСКА Переиграл Олимпию из Любляны Команду из Словении Со счетом 2-1 Таким образом, у нас пока в группе А Две команды с тремя очками Это Русенбург и Мельде Регламент таков, что за победу присуждается три очка Одно очко за ничью В случае ничьей в основное время Пробиваются послематчевые пенальти И победитель серии пенальти получает два очка И одно очко достается проигравшему Такая смешанная футбольно-хоккейная система подсчета очков Ну, естественно, выгодно побеждать в основное время Это понятно Спартаковцы только начинают Втягиваться в игровой ритм В ритм тренировок спартаковцы втягивались, наверное, на первом сборе Который они провели в Дубае Там у них была одна контрольная встреча против Харьковского металлиста Проигранная со счетом 1-4 В общем, наделало шуму этот результат Несмотря на то, что первая игра И только начинается серьезная работа Валерий Карпин выразил недовольство рядом игроков Он, правда, их по именам не назвал Сказал, что, конечно, такой результат был необходим Чтобы обуститься с небес на землю С самого начала Сразу И начать эту самую работу Над грядущим сезоном с чистого листа Затягивается атака Спартаковцев Деми Дезеуф На Сергея Порошевлюка Состав Гёте-Борга Назову вам Йон Альфбоги Номер первый защищает ворота Полевые игроки Это Третий номер Логи Вальгардсон Четвертый Четиль Веллер Восьмой Эмил Саламонсон Четырнадцатый Хьялмар Йонсон Это линия обороны В средней линии Стефан Селакович Номер девятый Пятый номер Филипп Хаглунд Двадцать седьмой Жоэл Алансон И десятый номер Даниэл Собраленсе Бразилец Кстати, три легионера В составе Гёте-Борга По-моему Собраленсе Это Защитники Веллер и Йонсон Первый норвежец Второй исландец Они, кстати, играют В центре защиты И атака Гёте-Борга Тобиас Хьюсон И Ханна Стиллер Седьмой И девятнадцатый Номера, соответственно Главный тренер Шведской команды Микаэль Старе Стадион Муниципальный стадион Бенедорма Недавно Названный В честь Гильер Муамора Он, слава Богу, жив-здоров Этот Знаменитый Тут, наверное, желтая карточка будет Собраленсе Грубо подкатился Паршевлёк Знаменитый В недавнем прошлом Еще полузащитник Барселоны И сборной Испании Он родился В Бенедорме И он, конечно Самый славный спортсмен Из местных Городов небольшой Гильер Муамор Сыграл Множество Больше трех Сотен матчей За Барселону Выступал В составе сборной Испании Премел участие В чемпионатах Европы Мира Сейчас работает В Барселоне На одной из технических должностей Студен вмещает Девять тысяч зрителей Местная команда Бенедорма В прошлом году Потеряла профессиональный статус Но стадион На 9 тысяч мест остался И, наверное, даже не соображение Качества газона Который, я бы сказал Все-таки спорный А возможность Организовать телевизионную трансляцию С этого стадиона То есть Мощность освещения И прочие Необходимые технические детали В последнем месте Послужили тому, что Матч проводится наездить Вообще Спартак Тренируется Работать на другом поле Проживает В провинции Аликанте И использует для своей работы Повседневный другой Спортивный комплекс Ну, работа-то на этом сборе Испанском только началась Для Спартаковцев Они прилетели сюда 26 января Это второй сбор Напомню, первый прошел в Дубай Он был втягивающий Туда даже был позволен Взять семь Валерием Карпином Несколько игроков Воспользовались Этим предложением Марк Сухи получает Болезненный удар по голове Ну, а вот здесь уже Нет Жены под рук Здесь серьезная работа Сегодня В расположении Спартака Прибыл Его первый Зимний новичок Очень громкий Это Диньяр Белединов Экс-капитан Московского локомотива Экс-футболист Эвертона Приехал сегодня В обед Но в заявку На эту игру Не попал Хотя Сообщил В интервью Клубной пресс-службе Что готов В общем, выйти на футбольное поле Поскольку он находится В хорошем тренировочном ритме В Англии сезон В самом разгаре Удивляться тут нечему Хотя Диньяр мало Играл За Эвертона Он все-таки Был игроком Основного состава И работал Со своей командой В полной выпадке Но Состав Определен Валерием Карпином Иной Белединову В нем места не нашлось Однако Турнир Копа-дель-Соль Только начинается И нет никаких сомнений Что Наши Зрители Наши телезрители И наши зрители Которые приехали в Бенедорм Они там есть Смогут увидеть Уже на этом турнире В деле Диньяра Беледина В форме Московского Спартака Конечно Очень непривычно Смотреть Даже на фотографии На Беледина С ромбиком У сердца Но Таковы реалии Профессионального футбола Это факт Состоявшийся Уже Белединов Игрок Спартака Хорошо слышны Разговоры Футболистов на поле Как они подсказывают Друг другу Рафаэл Кореока Он, кстати, не сможет принять участие в матче с Рубином Дезаклификация Не осмотрительно удалился Рафаэл Выиграет с московским Динамо Сейчас, может быть, уже стерлись немного из памяти Обстоятельства первой части российского футбольного сезона В премьер-лиге Вот такая интересная передача Ее прервал, правда, Ари Напомню вкратце, что спартаковцы остановились на четвертой строчке в таблице После 32-х проведенных матчей И у них, ну не то чтобы хорошие Сами они считают, что очень хорошие Карпин даже где-то сказал 500-процентные Ну, все-таки доля шутки в этом была Но, тем не менее, шансы бороться за высшие места у Спартака сохраняются Безусловно, потому что игры в решающей части чемпионата России по футболу В группе А обещают быть очень интересными и непредсказуемыми Элитные команды будут встречаться в каждом туре друг с другом Очки и потери очков Абсолютно гарантируют Опасный момент Какое решение Бернстон принимает Норвежский арбитр увидел, как упал в штрафной площади Спартака Тобиас Хьюсон, но не посчитал, что это повод назначить пенальти Спартаковцы сыграют три игры Напомню вам, после встречи с Гетеборгом 1 февраля предстоит играть с Русенборгом Который сегодня, напомню, одержал уже победу И пока возглавляет турнирную таблицу группы А Русенборг третий призер чемпионата Норвегии Завершившегося в 2011 году Там сейчас ботинок потерял Маркус Рохо И заключительный групповой матч для Спартака 4 февраля Мёльде А Мёльде чемпион Норвегии 2011 года То есть, в любом случае, тренировочная практика, игровая практика Очень хорошего уровня Спартаковцам гарантированно на этом сборе, если даже они не попадают в этот финал Намеченный на 7 февраля Им предстоит встретиться с очень атлетичными, организованными командами высокого европейского уровня Которые добились хороших результатов в недавнем чемпионате своей страны В другой группе Донецкий шахтер Анжи Махачкалинский Махачкалинцы первую встречу на турнире проведут 30 января против клуба Тромсё Это еще одна норвежская команда Кроме того, им предстоит играть с футбольным клубом Копенгаген Из Дании В общем, любопытная борьба будет и в группе А, и в группе Б Положение вне игры Поскольку турнир организован футбольными властями скандинавских стран Они дают хорошую рабочую практику и арбитрам, которые сюда приезжают на этот сбор А в Испании, где проходит встреча, сейчас такая хорошая подготовительная работа, вообще для футбола Погода, около 15 градусов тепла В вечернее время чуть 2-3 градуса пониже Но, тем не менее, атмосфера замечательная Хорошо дышится То, что нужно для вхождения в игровой тренировочный ритм Четыре пресезонных сбора у Спартака запланировано Третий и четвертый пройдут на Кипре, как предполагается Хотя первоначально третий сбор планировался в Турции, но недавно на Спартаке немножко переиграли своих планов Ну а потом уже с Кипра в марте домой Спартак, в отличие от того же Рубина, от Локомотива, матч, который мы уже видели на португальском сборе А также Зенита и ЦСКА не принимают участие в европейских кубках Поэтому Спартак, в общем, не форсирует подготовку В феврале официальных матчей красно-белых не будет А то товарищеских в изблудке планируется Ари, по-моему, там подыгрался герукой Защитник Ари не останавливаясь Идет вперед дальше, но не попадает в ворота Первый опасный момент, который спартаковцы создали, это Маркус Рох Очень хорошая диагональная передача И, наверное, чуть иначе, отскочи мяч от игрока обороны Гетеборга Это был Логий Вальгардсон Там мог быть и штрафной удар, наверное А может быть и 11 метров Ну, скорее всего, штрафной Потому что нарушение было за пределами штрафной площадки Довольно много свистков Турнир предсезонный Матч товарищеский Но, обратите внимание, уже есть желтая карточка Уже масса фолов Штрафные свободные удары Вот еще сейчас вторая желтая будет предъявлена Если ты не подойдешь По всей видимости, так Эспен Бернсон Говорит Велитону Ну, а вот в этом как раз и соль Копа Дель Соль Игра товарищеская, но это турнир Есть призовой фон 40 тысяч евро Он небольшой, но все-таки это уже какая-то игра на интерес И поэтому команды чуть посерьезнее друг к другу относятся И к борьбе И, наверное, товарищеский матч в рамках Пускай вот таких потешных, но все-таки турниров Это более серьезный товарищеский матч По сравнению с обычным, который просто организуется По соглашению двух сторон Матч агентами Здесь напряжение И самоотдача, соответственно, они максимально приближены к официальной игре Хотя мы, конечно, не должны слишком серьезные требования предъявлять к игре Спартака Пока он только-только ищет игровой рисунок И, конечно же, спартаковцы проводят эту встречу на фоне тренировочных нагрузок Утром тренируются, в обед отдыхают, вечером выходят играть Вот ошибка За которую Гетеборг может и наказать, но не стал Сейчас Дэми Дезелф Чувствуется, что все спартаковцы хорошо отдохнули, подзагорели Один только, по-моему, Евгений Макеев не уезжал из России Провел свой зимний отпуск в родном Череповце Все прочие отправились в теплые страны В какое-то время Ари Передача Велету, ну и какую скорость неплохую включает бразилец Хьялмар Йонсон остановил его Исландский центральный защитник Вообще Гетеборг 18-кратный чемпион Швеции Старый титулованный клуб Существует с 1904 года Последнюю победу в чемпионате Швеции Гетеборг одержал в 2007 году Ну а нынешний тренер Микоэль Старе Приступил к работе с этой командой В 2009 Здесь, кстати, любопытный параллель Валерий Карпин Спартак пришел тоже в 2009 году Но, понятное дело, разные совершенно турниры Разные обстоятельства Ну вот молодой тренер Старе Он тогда всего 34 лет был от роду Когда заступил главным в Гетеборг Сумел Выиграть чемпионат В Швеции в 2009 В 2009 году Стал тренировать Ай, простите, другой клуб А год спустя и Суперкубок В 2009 году чемпионат Кубок Швеции с Айком В 2010 году Суперкубок С 2011 года Работает в Гетеборге Микоэль Старе В 2009 году он, собственно говоря, начал тренерскую карьеру Взрослую До этого тренировал Молодежную команду С тем же Айком В 2004 году выиграл молодежное первенство Швеции То есть вот две тренерские карьеры Стартовали параллельно в 2009 году Но Старе добился чуть больше Хотя вопрос В каких категориях измерять Потому что все-таки Спартак команда Очень серьезного масштаба И существует в турнире Конечно, гораздо более напряженном Гораздо более амбициозном По составу и возможностям участников Чем Шведская лига Алсвенская Хотя там тоже играют 16 команд Как и в российской премьер-лиге Эйден Магиди Пока еще не выделяются Особенно и скоростью Те спартаковские футболисты Которых мы привыкли видеть Как очень быстрых Это Магиди, братья Камбарова Они вообще отсутствуют сейчас В Испании Вынуждены были, приехав на сбор Срочно уехать обратно в Москву Получив печальное известие О смерти своего дяди Плавились хоронить родственника И кроме того Спартаковцы на некоторое время Лишились Нико Парехи Аргентинского защитника Которого Валерий Карпин Считает одним из Основных лидеров команды Пареха Реабилитировался после травмы Недавно приступил К тренировкам вместе С командой И он сегодня заявлен на игру В качестве запасного Но пока Стартовый состав Карпин его не ставит Газон не очень здорово держит Конечно Особенно Когда нужно резко остановиться Футболисту Поменять направление Но не один газон Только проблема Спартака Валерий Карпин Занимается привычную позицию На ногах Убровка Коля Вы видите Как организованная команда Атлетичная команда Гетенборг Насколько грамотно Перестраиваясь Перекрывая зоны Шведы Останавливают Спартаковские атаки Пока ничего не получается Никакого преимущества нет У красно-белых Ни в технике Ни в Изобретательности Ни в скорости Шведы В октябре 2011 года Завершили свой Чемпионат Три месяца Уже официальных матчей Не играл Гетенборг Но перерыв Конечно Очень значительный До 1 апреля Хотя уже сейчас Команда Микайля Стары Ну по крайней мере 20 минут Очень неплохого темпа Футбольного Выдерживают легко Посмотрим Посмотрим Насколько физически готов Спартак Большие изменения В команде Это подчеркивает Валерий Карпин Всякий раз Три последних года Команда Очень плохо По весне Стартовала В чемпионате России И других Турмирах И решено В этот раз Очень многое поменять Сделать наоборот В подготовке То есть вот Делаем так Потому что Не делали так В прошлом году И коснулась Эта волна изменений И кадрового состава Спартака В частности В тренерском штабе Новый Тренер по физподготовке У красно-белых Ну впрочем Один испанец Поменял другого Был Оскар Гарсия Теперь Эду Домингес Работает С командой Карпин рассчитывает На то что Этой весной В марте Апреле Спартак будет смотреться Сильнее Чем в предыдущие годы Потому что Как он говорит Хуже смотреться Уже просто невозможно Из рук вон плохо Начинали всякий раз Много очков Спартак разбазаривал Именно по весне И вспомните Весной 2011 года Случилось даже такое Что красно-белые Оказались на последнем месте В таблице чемпионата России Такого не было никогда Да Выправили в итоге Положение Подтянулись Провели очень сильный Второй круг Спартаковцы Пока все Наслаждались Футболом В исполнении Московского Динамо Как-то Ускользнуло Из виду То обстоятельство Что аспартаковцы Набрали столько же очков В втором круге Сколько белый-голубой И в итоге В таблице После 32-го тура Они уступают Динамо Всего одну очку Но важнейшая часть Чемпионата впереди На поле сегодня В составе Спартака Вышла та же группа обороны То есть вратарь Четыре защитника Что и на матч С харьковским металистом Тогда первый тайм Спартаковцы проиграли 0-2 Второй тайм 1-2 Они проиграли Все-таки один мяч забил Молодой форвард Дмитрий Обухов Из молодежной команды Кстати, динамовцы Потом тоже сыграли С металистами Тоже 4 пропустили Забили 2 Ну а вот из группы атаки Только Магиди Велитон И Ари Попали В стартовый состав Из того состава Первого тайма 20 января Состоялась игра Против металлиста А вот Кариоке Дзюба Дезеу В той встрече Вышли только После перерыва Смотрим угловой В исполнении Красно-белых Тобиас Хьюсон Капитан команды Выносит мяч и штрафной Это удар Кариоке Вот, кстати, любопытно Какой номер себе выберет В Спартаке Деньяр Белединов Он пока уже успел Посетовать на то Что многие номера Которые ему Симпатичны Заняты В этой команде Ну, возможно Скорее всего Это будет номер Двузначный Там вариантов Предостаточно Еще Карпин похвалил Велитона Буквально пара слов Ну, Велитон Получил удар по ноге Поднялся Продолжил борьбу Сыграл сейчас полезный отрезок 25 минут На поле стадиона Гильермо Амор В Бенедорме В стартовом матче Турнира Копа Дельсо Правил московский Спартак Против Гетеборга Пока не открыт Еще На левом фланге У Гетеборга Играет Единственный Латиноамериканский Легионер Бразилец Даниэл Собралэнсе Довольно взрослый Уже бразилец Пока технически Мало чем Отличается От Остальная группа игроков А остальные там Скандинавы И североевропейцы В составе Гетеборга Вообще Пять иностранных игроков Всего В заявке Команды Три исландца Бразилец И датчан Даже полузащитник Стефан Селакович Играющий на правом фланге Обороны Он тоже швед Крюка Крюка Дзюба Арии Забегание сделал Сергей Паршевлёк Всего попросил об этом Кстати Карпин И теперь Дзюбу просит Сделать еще одно забегание Паршевлёк пасует в штрафную площадь Выпрыгивает Велитон Вот сейчас неплохая Скоростная и дружная атака Была у спартаковцев Фланговая Причем черты фирменного стиля Не проглядывали Два подряд забегания Было выполнено Да, Дзюб на место, Дзюб на место Валерий Георгиевич Его слова, я думаю, не нуждаются В пояснениях Вместо Дзюбы сегодня мы видели схему Это второй нападающий Обсполагается он за спиной Велитона С одной стороны Схема спартака Это 4-4-1-1 Но очень легко она трансформируется В 4-2-3-1 Перестраиваясь по ходу Получается такой вариант более атакующий Магиди и Арии становятся таким образом крайними нападающими Опасную дикань Блестящее Чисто достает мяч руками Он в ногах у форварда Шведской команды Свисток Рафаэл Кориок Он большой умелец Прикрыть мяч От соперника корпусом Это как раз вот Стефан Силакович Вступает сейчас в спор А с арбитром Говорят о том, что Кориока Билову в лицо В пылу борьбы А вот и у спартаковцы Болельщики Московского спартака Которые приехали Вслед за своей Любимой командой В этот отдаленный Уголок Западной Европы На самом деле Это предмет гордости Для всякого настоящего болельщика Знать и рассказывать Всем о том, что ты посетил В этом сезоне Не только официальный матч Но и тренировочный матч Команда В новом году Попал мячом Сейчас Дзюба в арбитро А передача планировалась Очень неплохая у него Марек Сухи Он как-то немного выпал Из доверия Тренерского штаба Кажется По осени В 2011 году Но во всех спартаковских линиях Проходили изменения Так и не устоялся Костяк Тех игроков Которые выходят В любом случае На футбольное поле Вот таких незаменимых В Спартаке В общем-то и не появилось Пареха пожар Дикань Здорово сыграл сейчас Дезео Фари Пытался отпасовать Дезео Вот кстати Во второй половине тайма Спартаковцы Игру отодвинули Как минимум В среднюю зону И владеют мячом Они побольше Ари Велитон Кибалат пас И Дзюба не там ждал мяч Гет и Борг Любят играть Длинными передачами Раз за раз Забрасывают мячи К штрафной площади Туда подключаются Крайние полузащитники Но и два нападающих 4-4-2 Такова схема По которой играет Микайль Старе Крайние полузащитники Это Паршевлюк Дезео Партаковцы тоже умеют играть Длинным и средним пасом Карелка Паршевлюк Техническая ошибка Дзюба пошел В отбор Ох его кумир боец смешанного стиля федор юмильяненко и артем очень серьезно поработал с грушей во время отпуска такой вариант активного досуга фитнеса для него поэтому сейчас хотя затеял ты все на самом деле дзюба 1 толкнул погланда пятый номер гетеборга от как легко одесс по желтой карточки получили объект же три горчичника в первом тайме многовато для товарищеской игры надо сказать но игра пошла недоброе самых первых секунд филипп хаглунд выбросит мяч из-за боковой там разбег для него не очень возможен ох момент и гол первый мяч четкий ворот спартаковцы пропускают 36 минут а внезапный удар не видел его момент андрей дикань и дистанция для удара была для отражения удара было наверное слишком малой тобиас хьюсон капитан и лучший снайпер команды это явно какая-то домашняя заготовка у них хотя передача пяткой явно можно отнести к разряду домашних заготовок но уж там как получится вот этот пас пяткой удар с лету ну что ж гол получился красивый обидно что пропустил и спартаковцы надо сказать что исполнили этот гол шведы замечательно а передачу пяткой отдал даниэл собрал энце бразилец вот где его бразильская действительно техника блеснула в самом деле так 0 1 или 1 0 если от гетт и борга красно-белые пока уступает добиас хьюсон 2009 году том самому когда старый начал свою тренерскую карьеру айки уже играл за кет и борг и даже стал чем лучшим бомбардиром чемпионата швец 18 мячей забил но вообще меньше 20 в последний сезон он не кладет правда во всех турнирах ровно 20 мячей 2010 году 20 мячей 2011 году при этом в чемпионате швеции в прошлом году 16 из этих 20 а позапрошлом 10 из 20 но в любом случае это бас хьюсон это главный снайпер команды и он входит кстати в сборную швеции привлекается к этим матчем крюка не вовремя отмечая еще отвернулся момент удара ну что ж спартаковцам нужно отвечать в любом случае атакой никто наверное и не ждал от красно-белых вот момент опасный один один довольно быстро сравнялся счет офсайда нет ли там велитон на тридцать девятой минуте вкатывает ответный мяч после удара артема дзюбы со средней дистанции никто не думал что спартаковцы возьмут свое за счет надежной обороны другая это команда по стиме здесь велитон как сыграл он принял мяч убрал нескольких защитников одним ловким движением отпасовал назад продемонстрирую в хорошее видение игры эпизод смотрите сколько он игроков гетеборга вокруг себя собрал и дзюба пробил очень неудобно для галкипера ал в боге настолько неудобно что отскок был снова удобен велитону ощущение что велитон и отскок мяча после удара тоже просчитал в таком случае он просто гений а гений злодейство как известные вещи несовместимы хотя велитон последний сезон создал и упрочил казалось бы репутацию злодея чемпионате россии во всяком случае ровно пополам разделилась наша футбольная общественность по поводу оценки эпизода в матче спартак цска где столкновение велитона и кинфеева стоила галкиперу сборной россии и цска серьезные травмы и полугодичного простоя по этому поводу уже даже состоялся точнее по отголоскам ох какой момент мяч не вошел в сетку ворот это дзюба врезал в перекладину по этому поводу ставилось судебное разбирательство потому что некоторые нелицеприятные слова в адрес вельтона позволил себе генеральный директор цска роман бабаев спартаковцы подали в гражданский суд правда на чисто символическую сумму в 1 рубль по делу защиты честные достоинства и выиграет отцу но дзюба давайте посмотрим еще раз хорошая передача фланговая и мощнейший удар наносит слету артем дзюба если бы был гол он был бы ни в коем случае не менее красив чем гол тобиаса хьюсона мощнейший второй темп у спартака в лице дзюба когда он готов играть когда он настроен на хорошую борьбу когда он физически в порядке дикань это уж очень тревожно стало где ты борг однокровно низом разыгрывал мяч успокаивал спартаковской штрафной ари рохо сухи еще один центральный защитник спартака серфио родригес как сообщается доступен для переговоров и перехода в другую команду но пока нет каких-то серьезных вариантов на его счет ну и между прочим трансферное окно чемпионате россии в отличие от этих окон в европейских лигах открылась только 24 января и почти весь февраль переходы будут возможны в чемпионате россии тут нас несколько особые условия потому что это уже третье по ходу сезона трансферное окно и сезон у нас особенный длится как полтора обычных так что еще могут появиться новички состава нашей команды обязательно появится а и а а и а Макеев. Дзюба. Вот стало получаться у спартаковцев в атаке лучше. Когда Дзюба стал больше маневрировать на своей позиции второго нападающего, кстати, и прибавил Велетон в этом смысле. Но Велетон в такой позиции переднего нападающего, что он должен беречь силы для решающего рывка. Рывка, который завершается ударом-поворотом. Дзюба. У него больше вспомогательная роль. И он тут за счет маневров, перемещений, за счет того, что он идет постоянно на отскакивающие мячи, за счет своих габаритов и мощи, мне кажется, много страха уже навел на оборону Гет и Борга. И вот какое-то преимущество в атаке у спартака все-таки имеется. Даже пропущенный мяч на фоне этого превосходства выглядел много странно. Сейчас 45 минут уже истекли. Пошло компенсированное время. Эспен Бернс, норвежский рефери, какое-то время компенсировал. Дзюба ускоряется и дальше продолжает свой прессинг. И это, между прочим, ошибка голкипера. Он сейчас очень неудачно выбивает мяч. Есть шанс у спартаковцев хорошей атакой завершить этот тайм. Но предпочитают они вернуть мяч на свою половину поля. Кто-то должен открыться, естественно, под передачу Андрея Диканя. Пришлось отойти назад Паршевлю Куари. И в этот момент звучит свисток на перерыв. Одна минута была переиграна командами. Ну что ж, Тобиас Хьюсон открыл счет. Вот Велитон сравнял его через три минуты. Получилось два довольно симпатичных гола. Видно, что соперники достойны друг друга на данном этапе сезона. Точнее, на данном этапе предсезонной подготовки. Будем верить, надеяться на то, что спартаковцы... Сейчас будут еще и замены. А тут по регламенту договаривались по пять перестановок. А может быть и больше позволят себе тренера. Все-таки это товарищеский матч. Будем верить, что сейчас свежие игроки, свежие идеи появятся на поле. И мы увидим интересный второй этап. В Испании в городке Бенни-Дорм проходит предсезонный турнир Копа-дель-Соль, в котором принимают участие 12 готовящихся к старту своих чемпионатов. Команд из семи разных стран. Сегодня московский Спартак. Один из представителей чемпионата России на этом турнире. Второй представитель Анжи играет в другой группе. Проводит свою первую встречу на Копа-дель-Соль. Играет с шведским Гетеборгом. После первого тайма 1-1. Спартаковцы пропустили первый, но сумели быстро отыграться. Это сделал Велитон. Мы увидим обязательно его забитый мяч. А пока самые интересные моменты первого тайма. Надо сказать, что Спартак, конечно, пока еще не находится в оптимальной игровой готовности. И вошел в ритм этого матча не сразу, а примерно в минуте 15, а может даже 20. А тем не менее, хороший выплат у Велитона был уже на третьей минуте после флангового прохода Эйдена Магиди. Диагональная передача Маркуса Рохо создала эпизод для Ариина. Тот, войдя в штрафную площадь, не попал в ворота. Хотя в этом эпизоде защитник Гетеборга Логи Вальгардсон, кажется, останавливал мяч рукой. Не прозвучал в этот момент свисток арбитра. Норвежский рефери Эспен Бернсон судит сегодняшнюю встречу, потому что мяч остался у Ари. Хокон Мильт, кстати, один из заметных игроков шведской сборной в недавнем прошлом. Он сейчас работает на руководящей должности в Гетеборге. На эту встречу он смотрит в качестве зрителя. Вот приметы подготовительного периода. Сергей Прошевлюк, капитан московского Спартака, простую передачу не смог остановить. А дальше приметы того, что это все-таки, хотя и товарищеский матч, но это турнир, в котором существует определенный интерес. Артем Дзюба пошел в отбор мяча. Он здесь не очень прав. Зря он еще и толкаться стал с полузащитником Гетеборга Филиппом Хаглундом, но желтая карточка. Хаглунд, кстати, и выбросил из-за боковой мяч на 36-й минуте. Мяч, который попал сначала на пятку бразильскому полузащитнику Даниэлу Собролэнсе, по которому оказался в штрафной площади. И Тобиас Хьюсон, капитан и лучший бомбардир Гетеборга, отправил его под локоть галкиперу Спартака Андрею Дика. Потерял позицию Маркус Рохо, оказался перед мячом, но отвернулся от него Рафаэл Кариокко в самый последний момент. Зачем он отворачивался, если прибежал, и зачем прибегать, если ты отвернешься в конце концов. Но не случилось то, что случилось. Три минуты спустя замечательно сыграл Веллитон, который, приняв передачу от Могиды, замечательно притормозил. Тормозил. Взял паузу, собрал рядом с собой нескольких соперников, отпасовал назад. Дзюба сходу нанес очень приличный по силе удар, который галкипер Гетеборга Йон Алвбоги отразил прямо на все того же Веллитона. Посмотрите, как распорядился мячом 11 номер Спартака, и как здорово он прочувствовал эпизод и пошел на добивание. 36-я минута Спартак пропускает, 39-я минута отыгрывается. После этого был замечательный шанс у красно-белых выйти вперед. Артем Дзюба нанес мощнейший удар в перекладину шведских ворот. Но мяч отскочил от перекладины в поле, а не за линию ворот, поэтому ничейный результат первого тайма устоял. Не сказать, чтобы у кого-то из соперников было преимущество. Гетеборг предстал командой довольно организованной, вполне атлетичной. В атлетизме сейчас Спартак вряд ли может превзойти своего соперника. Приходится вставить на другие козыри, на технику, на интеллект, на разум. Ну и с тем, чтобы это все можно было реализовывать, необходимо вот этот базис физический, который пока еще с провалами у Спартака, потому что подготовка только началась. Испания, Бенедорм и стадион Дильермо Амор. Предсезонный турнир Копа Дельсо. Московский Спартак готовится к возобновлению чемпионата России, который больше чем через месяц, еще в начале марта только. Но сейчас красно-белые проводят товарищеский матч против шведского Гетеборга в рамках турнира Копа Дельсо. 12 команд участвуют, по 6 в каждой из групп. И Гетеборг для Спартака первый соперник. Зрители, на этой игре, я так понимаю, не присутствуют болельщики Гетеборга, зато болельщики Спартака есть. И сейчас они приветствуют одного из тренеров, недавно действующего игрока, московского Спартака, Андрея Тихонова, который вместе с Игорем Ледяховым, Валерием Клейменовым входит в штаб Валерия Карпина. Начинается второй тайм. И обратите внимание, вот мы видели с вами уже матчи, например, московского локомотива на португальском сборе. Там на второй тайм выходила совершенно другая команда. Новые 11 человек, новый вратарь и 10 новых полевых игроков. В отличие от этой модели, здесь все-таки турнир, здесь есть необходимость, ну не необходимость, а есть желание добиваться результата. Потому что команда готовится не только физически, не только в игровом смысле, но и ментально. А ментальная подготовка для футболистов означает тренировка, ну что ли, стремление к победе. Вот этого чувства, оно вырабатывается тогда, когда ты хоть сколько-нибудь этой победы, ее возможностью дорожишь. И вот то, что Карпин и его команда дорожат результатом, хоть сколько-то в этом матче, показывает, что нет вала замен. И вообще даже пока, по-моему, ни одной перестановки в составе у красных-белых не имеется. Давайте досмотрим эту атаку. Марек Сухи, как он себе здорово пробросил мяч под удар. Очень смело. И вспомним, в каком составе, собственно говоря, спартаковцы. Их соперники, шведский Гетеборг, вышли сегодня на поле стадиона Гильермо Амор. Итак, Андрей Дикань, номер 33-й в воротах. Полевые игроки. Это Сергей Паршевлюк, 15-й. Марек Сухи, 17-й, 19-й. Маркус Роху, 34-й. Евгений Макеев в обороне. В средней линии, также справа налево, 9-й Ари, 16-й Деми Дезио, в 6-й Рафаэл Криока, 8-й Эйден Магиди. Второй нападающий, 22-й номер, Артем Дзюба. И на переднем крае, 11-й Велета. Валерий Карпин, главный тренер Спартака. Гетеборг. В воротах, Йон Альфбоги, номер 1-й. В обороне, справа налево, 8-й номер, Эмил Салумонсон. Четвертый, Четиль Велер. 14-й, Хьялмар Йонсон. Третий номер, Логи Вальгардсон. В средней линии. Девятый, Стефан Силакович. 27-й номер, Жуэл Алансон. Нарушение против Паршевлюка. Пятый номер, Филипп Хаглунд, который, собственно говоря, и нарушил правила. Кстати, Филипп Хаглунд имеет уже желтую карточку. Так же, как и Сергей Паршевлюк и Артем Дзюба. И номер 10-й, автор голевой передачи, Даниэл Собра Лэнс. В нападении у Гетеборга двое. Это Тобиас Хьюсон, номер 7-й. И Ханнес Стиллер, номер 19-й. Главный тренер шведской команды, Микаэль Старе. Арбитр встречи из Норвегии, Эспен Бернсен. Проходит передача низом по диагонали на Айда Намагиде. Тот включает свой дриблинг, который, может быть, уже адаптировались какие-то игроки в чемпионате России. Но вот он в диковинку и в новинку для шведских защитников. Получается интересный. Вот смотрите, как он переступил через мяч и оставил в дураках своего оппонента Сылаковича. И пас на Артема Дзюбу. Тот из довольно сложной позиции все-таки сумел пробить головой. Определенно есть резервы даже в этой компоновке состава у Спартака. Мы же знаем с вами прекрасно, как умеют играть футболисты, которые вышли на поле в красно-белой форме. Если они в порядке. Они постепенно себя в норму и приводят. Потеряли мяч сейчас спартаковцы. Потеряли инициативу в этой атаке. Хьюсен. Под Катей останавливает мяч Маркус Рохо. Самый опасный игрок в составе шведской команды. Капитан. А Дикань просит Ари прикрыть ближний угол ворот Дзюба. Вместе с Диканьем самый высокий игрок. По-моему, на поле через Дзюбу мяч так просто не перелетает. Еще один угловой будет. Берем, берем. Берем, берем. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой момент. Не попадает в ворота с близкого расстояния. Ханас Стиллер. Вот сейчас шведы простили. Явно Спартак. Разыграли они здорово этот угловой. Отвлекли внимание группы игроков Спартаков, которые ближнюю штангу прикрывала. Там какая-то скидка фантастическая. Выполнил ее пятый номер Филипп Хаглунд. И надо было только головой в пустые ворота отправить мяч Стиллеру. Не вышло. Ну, к счастью, что это не случилось. Тут угловое положение вне игры у Велитона. Российская команда, кстати, уже была в числе победителей турнира Копа Дель Соль. Это было в 2010 году. Тогда первый приз между собой разделили Донецкий Шахтер и ЦСКА. В 2011 году первое место заняли львовские Карпаты. Так что, хотя турниры организуются скандинавскими футбольными командами, но торжествуют на нем пока команды восточноевропейские. А именно украинские и российские. в этот раз четыре клуба из Норвегии приехали, по два из Швеции и России, а также по одной команде из Словении, Китая, Украины и Дании. Вот такой международный турнир с семь стран. Ну и поучаствовать в нем, конечно, полезно. Потому что практика не просто игровая, не просто тренировка, но и определенное турнирное напряжение имеется. угловой. Магиди пока какой-то вареный, конечно, не очень бежит. Добрый день. Хотя в голевой атаке он поучаствовал. Марк Сухин. Мяч покидает пределы поля. Там его едва не поймал Эммануэль Эменики. А восемь запасных заявлено на эту игру тренерами. И на официальном сайте Спартака было сообщение, что договорились по пять замен производить на этом турнире. Но возможно были какие-то изменения в последнюю минуту. Посмотрим, когда эти замены начнутся. неизменно начинаются в минуте на 60-й, как правило. Дзюба. Макеев отдал не очень хорошую передачу. Паршевлюка прихватили за руку соперники. бразильцы всегда остаются бразильцами. Даниэл Субралэнси, Велитон и Ари. Может быть, и не были знакомы до этого, но встретившись в Испании в составах российского и шведского клубов безусловно нашли о чем поговорить. В паузе перед вторым таймом и перед игрой обменялись приветствиями. Вероятно, какая-то часть их разговора могла бы свестись к формулировке «наши люди есть везде». Сулхи. Выгоняли, выгоняли партнеры Сухи, чтобы пошел в атаку. В итоге он отдал не очень хорошую передачу. Дикань в порядке. Вот только Макеев немного мешкает. Вернулся Дзюба помочь обороне. Хоглонд корпус сейчас оттиснил Эйдена Магиди. Но в том случае промолчал свисток и сейчас, когда Маркус Рох тоже использовал корпус для силового приема футбольного тоже. Не стал реагировать на это норвежский арбитр. Ну вот и первая замена созрела в «Спартаке». 29-й номер вместо 11-го. Валерий Калименов подошел к судье. То есть менять будут велетаны сейчас «Спартаковцы». Эммануэл Меники в первой части чемпионата России, хотя сыграл меньше своих партнеров. Меньше Арии, меньше Велетана, забил больше. 8 мячей. Стал лучшим бомбардиром Спартака в 2011 году. Пять мячей, правда, из этих восьми пришлись на игры с московским локомотивом. А железнодорожники стали удивительно удобнее даже не соперникам, а мишенью для нигерийского бомбардира Спартака. По этому поводу Деньяр Беллидинов уже успел пошутить, характеризуя одного из своих новых одноклубников. Ну вот и замена Эмменики вводит вместо Велитона. Вряд ли изменится игра. Эмменики займет позицию центрального нападающего, Дзюба может остаться на той же позиции, на которой он сыграл. Велитон. Наверное, никакой футболист, которого меняют, если только он не сделал хитрик, его не меняют на 89-й минуте, не уходят с поля с улыбкой. Вот не исключение и бразилец. Также избегает смотреть в сторону тренерского штаба. Ну, он забил. Сыграл абсолютно нормально. Наверняка появится с первых минут и в следующем матче против Русенборга, который пройдет, напомню, 1 февраля. Надо восстанавливать силы. Тем более, что у Велитона был неоднозначный отрезок матча в чемпионате России. В 2011-м была травма. У него появился серьезный конкурент, тот самый Эмменики, который сейчас вышел на футбольное поле. И доказывать свою состоятельность нужно не просто выступил хорошо в одном каком-то товарищеском матче, но и, держа себя в форме, серьезно и профессионально готовя себя к матчам, для этого нужно и хорошо восстанавливать. Просто можно насладиться музыкой футбольного разговора. Разбирают своих игроков в штрафной площади, готовятся к угловому. Спартаковцы готовятся и Гетеборг. Предыдущий угловой мы видели, какой был опасный ворот Диканя. Едва не оказался мяч в сетке. Но сейчас шведы разыграли его не так остро. Стефан Силакович, он неизменно выполняет. Передача. Играет право полузащитника. Рохо. Ну вот и Эмменики вступает в игру. Он появился на поле после перерыва на 46-й минуте на дубайском сборе в матче против харьковского металлиста. Похоже, могут неприятности возникнуть у полузащитника Филиппа Хаглунда. Он имеет желтую карточку и продолжает играть довольно агрессивно, надо сказать. Вряд ли дойдет дело до того, что кто-то будет удален. Все все-таки будет зависеть от того, накаляться или страсть. Естественно, футболистам не нужны травмы, не нужны стычки. Это не то место, не то время, когда можно вот так вот серьезно рискнуть своим здоровьем и карьерой. Турнир предсезонный. Здесь только фундамент закладывается для будущих единоборств. Но все-таки футболисты явно увлечены борьбой. Вот в атаке только в последней фазе не хватает скорости Спартакуя, резкости в розыгрыше. Комбинация и доведение их до ударов. Детель. 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 Субтитры делал DimaTorzok Не стали спартаковцы прессинговать. Соперникам уже половине позволили мяч разыграть. Завести в свою штрафную площадь. Здесь Маркус Рохо. Последнее мгновение убивает мяч на угловой. И вообще с доставкой мяча в атаку в штрафную площадь у Гетеборга дело обстоит получше, чем у красно-белых. Может быть это попроще. Они комбинируют и делают это без особенных изысков, но регулярно мяч сюда прилетает. И вот чем это заканчивается. Обратите внимание. Это снова угловой и высокорослый игрок Филипп Хаглунд. Кстати, он выполнял скидку на том самом угловом, когда едва не забил с близкой дистанции Ханас Стиллер. А сейчас вот Филипп Хаглунд отправил мяч главой в ворота Диканя самостоятельно. При этом, мне кажется, позиционно ту же самую ошибку допустили. Спартаковцы они сосредоточили свое внимание на ближней штанге. А вот Хаглунда, который высок и, похоже, действительно лучше всех играет главой, в Гетеборге оставили на попечении Евгения Макеева. В центре штрафной Евгений не справился с пятым номером шведов. Ну что ж, после первого пропущенного мяча спартаковцы отыгрались уже через три минуты. Может быть, и сейчас они соберутся на быстрый ответ. Пока вот Эменики еще ничего не успел показать. В чем план спартаковцев? Выманить Гетеборг на свою половину, заставить открыться. Не проходит. Тобиас Хьюсон и Стиллер вдвоем изображают прессинг. Мячую половину остальные все занимают свои позиции, никуда не выбегают. Смотрите. Поэтому эту идею можно оставить. Эменики. Ари. Рохо вышел на перехват. А ворота пустые не решился. Магиди. Дзюба. Входит в штрафную площадь. Передача под удар. И хороший удар. Деми Дезеова. Но все-таки это была такая вот спартаковская именно комбинация. Дзюба не стал бить по пустым воротам. Не стал выполнять обводящий удар, когда галкипер уже вернулся в створ. А вот стал искать пасом партнера, который подключился к атаке из глубины. Но с другой стороны, может быть и правильно. Не нужно суетиться. Красно-белым. Времени еще предостаточно на то, чтобы отыграться. Хотя, конечно, отыграться будет мало. Напомню, что по регламенту турнира победа в основное время оценивается в три очка. А если ничья в основное время и серии пенальти, то победителю достается два. А одно отходит к проигравшему. Между тем, и Русенборг, и Мельде одержали в первом туре в нашей группе победы в основное время. И получили полновесные три очка. Помоги норвежские команды. Силакович. Пошел Эменики на перехват. Замечательно! Вот он, Эменики. 2-2. Эммануэл Эменики подкараулил ошибку. Но, смотрите, это не просто ошибка. Это ошибка, которую спартаковцы организовали. Сопернику Стефана Силаковича вдвоем взяли в капкан на фланге. Ему некуда было деваться. Чтобы сохранить мяч, он обязан был пасовать вратарю. Рафаэл Кориока и Айден Магиди там на подстраховке. Но в основном Кориока, конечно, все там исполнял в обороне. Но и Эменики здорово прочувствовал. Выскочил на перехват. И очень хладнокровно обыграл голкипера. 2-2. Спартаковцы во второй раз в этой встрече догоняют соперника. Третий раз, наверное, спартаковцы уже не должны позволять себе и сопернику такого. Удачную замену произвел Валерий Карпин. Он заменил одного футболиста, забившего, на другого, который тоже отличился. Артем Дзюба отталкивал защитника. Микоэль Старе. Пока воздерживается от замен. Вообще, это, конечно, интересно. Прецезонный матч. Команды играют. Тренеры ведут себя фактически как в официальной игре. Но, может быть, как раз в этом и цель. В этом и идея. Именно такой товарищеской игры, в которой полностью моделируются условия официально. Карпин уговаривал изо всех сил Макееву выбросить мяч в кариоке. Макеев решил по-своему. Вбросил в сторону Дзюба. Но, к счастью для спартаковцев, потеря мяча. Здесь вот и борьбе не обернулся чем-то серьезным. Положение вне игры у Хьюсена. Криока. Крики. Магиди. Не первый раз уже такого прихватывают. Игрок он очень техничный. И обводка его нетипичная, непривычная. Трудно прогнозируемо и предсказуемо для соперника. Хотя, конечно, это не все козыри. Магиди сегодня, еще раз подчеркну, он играет практически без своей привычной скорости. Но играет так, как может. На данный момент. Дзюба. Магиди. Снова Дзюба. И диагональную передачу на Арии выполняет Артем Дзюба. Бразилец влекся. С жонглированием. Хаглунд. Дзюба его притормозил очень своевременно. Руфаил Кариоко. Вот за что ценит его Валерий Карпин. Кариоко очень редко в мяче теряет. Довольно надежно в этом отношении. Уранили именники. Макеев блокировал сейчас своего коллегу-защитника из Швеции. Вторая замена Спартаке готовится. Жано получил инструкции, как именно ему с Рафаилом Кариоко и Дзюбой разместиться в центре. Вместо Деми Дезеула Жано Ананидзе. Жано в меньшей степени по сравнению с Деми. Опорный полузащитник в большей степени игрок. Техничный, атакующий, разыгрывающий. Это Спартаковцы намерены концовку этого матча посвятить борьбе за чистую победу. Но пока свободный. Ох, момент и дикань на месте. Ну как же оставляют одного Тобиаса Хьюсена. Вот он также летевший мяч перевел в ворота в первом тайме. Так, сюда, парь, сюда, дедак. Да, первая замена будет в составе Гетеборга. Тобиас Сану, 22 номер. Готовится выйти на поле. Молодой полузащитник. Такого же примерно склада. И, видимо, той же примерно роли, что и Жано. Но пока Спартаковцы атакуют. Передача. Дзюба. Ух. Какая мощь. Передача неплохая штрафную пришла ему от Макеева. И Дзюба крепко врос ногами в землю. Поставил корпус защитнику. Вот только в ворота не попался разворот. Вместо Стефана Силаковича, который ошибся в том эпизоде, когда Спартаковцы забили, вышел Тобиас Сана. Ну и сразу попал под опеку Евгения Макеева. Они оба носят иракез. В разных, правда, немного конфигурациях. Найдут о чем поговорить. Вот так на перехвате. На опережение сыграл Макеев. Жано. Отличный момент. Дзюбе. Ну а где же техника? Артем далековато от себя отпустил мяч. И теперь уже момент из практически стопроцентного превращается в очень неоднозначный. В итоге он загублен. К сожалению. Да, передачу Жано отдал фантастическую. Сейчас. Вне игры. Варий. Ари, кстати, тоже не очень ярко проявляет себя. И, в общем, тоже кандидат. На замену, да... Это, наверное, бессмысленно тыкать пальцами у игроков Спартака и говорить, что вот этот устал, этот уже не бежит, вот этот давно себя не проявлял и можно поменять. Понятно. Валерию Карпину гораздо нас, гораздо лучше, чем нам известно нынешнее состояние футболистов. Ну, нет у него сейчас, наверное, готового игрока, готового решения для правого фланга, который сейчас эти последние минуты смог бы ударно отыграть. Братья Камбарова уехали. Поэтому Кирилла, вернейшего, наверное, кандидата на эту подмену нет. Магиди можно было бы перевести, конечно, на правый фланг. Но Магиди уже... Много сил отдал этой игре. Вряд ли он ее освежит. У меня шесть флангами с Ари. Сухи. Ари. Спартаковцы вперед подгоняют не только стремление к победе сегодня, но и болельщики, которых примерно из десяток здесь вот на трибуне. Хьюсен. Может быть, опасно. Марк Сухи. Еще одна подача. Каждый раз перед воротами чужой игрок, готовый сыграть головой. Проблема для Спартака, конечно, вот эти воздушные мячи. Удар от ворот выполняет Андрей Дикань. Хорошо сыграл именники в воздухе. Ари. Технично удержал мяч. Паршевлюк. Подача. И будет угловой Спартаковский. На 81-й минуте. Жану взял мяч. Карио. 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 Бразильский полузащитник Гетеборга в борьбе с Ари получил удар в лицо. И непредумышленный такой. Ари уточнил, наместили зубы у собраленцы. Зубы уточнил, наместили зубы уточнил. Замена в составе Гетеборга. Замена в составе Спартака показывает, что выходит Александр Зотов, полузащитник вместо Артема Дзубы. Ну и вот свежий игрок в составе Гетеборга, да, появился новое лицо. И тоже, вроде бы, игрок средней линии. Пер Эриксон, номер восемнадцатый, вышел на поле. Вместо Ханеса Стиллера Перериксон тоже нападающий. Не Хабек, а Фоллов. Итак, в Спартаке три замены. Возможно, Карпин на этом и остановится. Жанно, Рафаэл Кориока. Это Зотов. Зотов на позиции опорного Хаббека. Жанно сейчас сместился ближе к правой бровке. Вероятно, после ухода Дзюбе Ари переместится в центр нападения, а Жанно подменит его на фланг. Зотов. В Спартаке неожиданно оказался перебор опорных полузащитников. Хотя некоторые критики команды Карпин-Люсс прочитают, что серьезного центрального полузащитника нету по-прежнему, надежного. Но вот, во всяком случае, Александр Шишуков ищет себе новую команду. Карпин сказал, что в Спартаке его не будет. Александр Зотов пришел летом из сочинской жемчужины, которая из-за финансовых проблем снялась с турнира первого дивизиона. Пока не закрепился в качестве основного игрока, потому что все-таки Рафаэл Кориока и Дэми Дезеуф, это баллисты. Который выглядит, возможно, понадежнее пока, поопытнее они. Но все же, как игрока обоймы, Карпин рассматривает Александра. За игру рукой. Сейчас наказан Гетеборг. Зотов. Магиди. Хорошая техника. И, смотрите, какая замечательная выносливость выясняется. 86-я минута идет. Эйден Магиди, он такой вроде бы уставший, не очень бодрый сегодня. Но, тем не менее, когда надо, он готов взорваться. Скоростью. Опасная игра. Равно штрафной удар получают шведы. Мы уже видели, как они умеют выигрывать верховые единоборства в штрафной площади. Поэтому, вот так сказать, нам нужно быть сейчас очень внимательными. Дика. Магиди. Не попал в мяч. Подсказывали Макееву, что он должен был просто дать мячу уйти. Толя Сусанни поставит корпус. Последние минуты основного времени. Ничейного исхода быть не может. Зотов. Крио Ка. Макеев. И один оказался Жано. Разворачиваться времени уже не было. Макеев. Магиди. Пошел в штрафную площадь. Почти перехитрил своего оппонента. но тот свежей просто и помоложе но все шведы сегодня одинаково останавливают Эйдена Магиди они просто подставляют корпус, не пускают его к мячу потому что уследить за его ногами, за этим дриблингом просто не представляется возможным для соперников последняя минута пошла, игровая в стартовой игре для спартаковцев на турнире Копа-дель-Соль уже понятно, что не Гетебург, не Спартак в лидеры группы после первого тура не выходят напомню вам, что Руссенборг переиграл китайский Долянь 3-1 а Мерде выиграл у Олимпии из Любляны 2-1 Крио Канзотов сила уже не остается, конечно преимущества у Спартака так и не было на протяжении всей игры да и у Гетебурга тоже команды друг друга уравновесили они находятся, наверное, на разных еще пока этапах подготовки к сезону но свои козри нашли сегодня у красно-белых и у Гетебурга у Шведов это атлетизм очень неплохая тактическая выучка спартаковцы свои мячи забили благодаря врожденной а может быть и благоприобретенной бразильцами техники смекалки игровой чутью нигерийцы и миники хороший острый момент Жано выполняет угловой Магиди пробить не дают смотрите, все шведы в своей штрафной площади но Магиди исхитрился сделать передачу тем не менее кстати, в одном из последних перед перерывом осенних матчей против Динамо в Хемко, помните, Магиди забил из такого скопления игроков в штрафной площади сумел найти точку, возможность попал очень хитро ну и завершилось игровое время этой встречи 2-2 Гетеборг Спартак перед вами автор забитых мячей Тобиас Хьюсон открыл счет на 36-й минуте Велитон 3 минуты спустя сравнял его потом Хагл он забил на 65-й и в этот раз спартаковцу потребовалось 4 минуты для того, чтобы счет сравнять Эмени Ники на 69-й минуте отправил второй мяч в сетку ворот Йона Ал в Боге ну и сейчас арбитр встречи Эспен Бернсон уточняет детали и нюансы регламента раз-раз по всей видимости и два тренерских штаба определяют видимо пятерки бьющих игроков те, кто будет исполнять после матча в 11-метровой ну по всей видимости здесь регламент такой же, как везде в турнирах под эгидой FIFA и UEFA то есть пять ударов в случае, если после первой серии 11-метровых сохраняется равенство в счете вторая серия до первого промаха ну и сейчас после небольшой паузы мы увидим как раз эти самые послематчевые 11-метровые удары победитель в этой игре в любом случае получает только два очка но будем надеяться, что это будет спартак сейчас Малерий Карпин своими помощниками так же, как и Микаэль Старе с другой стороны выясняет, кто сохранил больше сил кто уверен в себе потому что здесь между точным ударом с 11-метровой отметки и физической формой самочувствуем связь непосредственно но хорошо, что у футболистов регламент турнира заставляет проводить еще два тайма по 15 овер дополнительного времени потому что, конечно для команд, которые готовятся к сезону и живут под серьезными нагрузками это была бы уже непосильная ноша ну что ж, похоже состоялась жеребевка определили, кто наносит первый удар тычет себя в грудь Сергей Паршевлюк он, по всей видимости начинает эту серию что-то в левые от нас ворота будут производиться удары ну и Сергей Паршевлюк да, уверенной походкой отправляется к точке посмотрим, сможет ли он переиграть сейчас Ал в Боге итак Капитан Спартака переиграть вратаря Йодобурга не сумел ну что ж удар не очень хороший получился у Сергея, надо сказать и плохо, что Спартак начинает серию со смазанной попытки со стороны Гетенбурга тоже капитан идет к точке Тобиас Хьюсен ну он форвард ему более привычно носить удары поворотом вся надежда на Диканя опа как по заказу Андрей Дикань попросили тащи а он и вытащил пока 0-0 пока лучшие вратари угадал Андрей Дикань запомним это Андрей Дикань очень здорово справился с 11-метровым ударом они будут вероятно хотя этого Спартаку бы не хотелось конечно и в ходе сезона то что Дикань способен отбить этот удар вселяет болельщик наверное оптимизм Эйден Магиди второй удар точная попытка Спартаков выходит в серии вперед 1-0 вот тут он разбросал уголки первый мяч по разным сторонам поля по разным сторонам ворот простите второй удар Гетеборга к точке подходит Даниэл Собра-Лэнс и он перехитрил Диканя направление Андрей Дикань угадал но очень точно по исполнению получился удар у бразильца в самый уголок ворот допрыгнуть было очень тяжело 1-1 следующий удар третий у спартаковцев Жано у него сил побольше чем у других красно-белых должно быть в тот же угол пока все мячи влетают в один на тот же угол поворот 2-1 спартак впереди абсолютно повторил удар Собра-Лэнс и сейчас спартаковец третий удар в составе Гетеборга Жуэл Аланс он выполняет здесь Дикань позволил себе немножечко похулиганить попытался сбить с толку бьющего пометавшись перед ударом но Алансен проявил хладнокровие завидное Маркус Рохо счет 2-2 пока по одной ошибке команда допустили Рохо понадеялся и не напрасно на силу своего удара едва не порвал сетку ворот 3-2 впереди спартак четвертый удар футболистов Гетеборга Логи Вальгардсо у мяча левый защитник ну и как Левша он попытался сейчас исполнить похожий удар на удар Маркуса Рохо примерно в ту же точку но и вот это спасение Диканя возможно будет решающим и очень красиво выручил сейчас ворота Андрей Ари если Ари реализует свою попытку то спартаковцы выигрывают эту встречу есть итак четыре мяча с одиннадцатиметровой отметки из пяти забивают московские спартаковцы не знаю будет ли использовать право последнего удара своего футболиста Гетеборга это не имеет уже никакого значения потому что максимум три они могут забить и по сей вместе удара не будет и что ж московский спартак можем поздравить пускай и половинчатая вышла победа два очка а не три но тем не менее они идут в зачет турнира первая победа этой зимой для московского спартака в Испании на Копа Дель Соль Роман Тружечкин для вас комментировал эту встречу всего доброго до новых встреч субтитры